Большой зал музея разделен на несколько зон. Каждая посвящена определенной эпохе или тематике. Эта экспозиция о героях Великой Отечественной. С первых дней войны на фронт из Мордовии отправились 398 сотрудников МВД. Пятеро из них стали героями Советского Союза. Здесь расскажут о событиях с четырехлетней давности в Дагестане и о подвиге капитана Юрия Святкина. Самый молодой раздел посвящен Мундиалю 2018 года. Есть стенд, посвященный Чемпионату мира по футболу, который также рассказывает о работе правоохранительных органов, о слаженной работе, о том, что Чемпионат мира в нашей стране прошел как нигде, либо без единого инцидента. В музее более тысячи экспонатов. Они попадают на витрины из разных источников. В основном ценные вещи придают родственники сотрудников. Некоторые экспонаты раньше выставлялись в Ордатовском музее, другие попали сюда по воле случая. Вот этот нагрудный знак, который носили полицейские в начале 20 века, в конце 19 века, перед революцией. Этот нагрудный знак нашли, когда при сносе дома на улице Грузинской маленькая девочка пришла к нам на экскурсию, пятиклассница, и сказала, А мы нашли вот у бабушки в подполе, когда дом сносили. Мы говорим, ну принеси нам эту, она сказала, железячка. Мы говорим, ну принеси уж ее, пожалуйста, нам. Девочка принесла, оказалось, что это очень ценный экспонат музейный. Музей открыли к 200-летию создания Министерства внутренних дел еще в 2002 году. Здесь не только рассказывают о подвигах и жизни сотрудников МВД. В этом зале есть место и другим событиям. Здесь, на этих дорожках, наши сотрудники получают свои первые звания, погоны. Здесь присягают на верность Отечеству. Здесь же с некоторых пор, на этих дорожках, юные граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста, получают свой первый жизнедокумент, паспорт. С пандемией жизнь в музее МВД стала менее активной. Экскурсии проводят все реже, а для самых частых посетителей, школьников, вход и вовсе пока закрыт. Последняя экскурсия прошла 22 октября для представителей Туристско-информационного центра. Они готовят серию авторских туров для гостей и жителей республики «Саранска. Другой взгляд». Эксперты осмотрели культурный центр МВД и пришли к выводу, что это довольно-таки интересный объект, что подрастающему поколению, да и не только жителям нашего города, но и туристам, будет интересно узнать какие-то такие интересные факты из жизни доблестных наших сотрудников МВД. Теперь музей МВД и авторская экскурсия от них же «Саранска. Некриминальность» станут частью проекта «Саранска. Другой взгляд». Сейчас идет доработка проекта, и в ближайшее время туристы и жители города смогут лично узнать о подвигах силовиков. Ольга Данилова, Евгений Фролкин. Народные новости.